Андрей Бочаров намерен в сентябре баллотироваться на пост губернатора Волгоградской области. Такое заявление он сделал на встрече с участниками регионального штаба Общероссийского народного фронта. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что в этом вопросе полностью надеется на поддержку как жителей области, так и правительства страны. Также Андрей Бочаров рассказал активистам УНФ о приоритетах в работе нынешних властей. Это первое заседание, которое Андрей Бочаров проводит с активистами народного фронта. И прежде всего речь заходит о кадровой политике. До 15 мая состав нового правительства будет определен, но основные отставки и назначения уже произошли. Работать министры должны в тесном взаимодействии с общественниками и экспертами. При этом чиновников ждет своего рода испытательный срок. Срок полгода. Те задачи, которые перед ними стояли, они должны быть выполнены. Я понимаю их недостатки, я их понимаю, уважаемые коллеги, их вижу и знаю. Но считаю, и это мое решение, что на сегодняшний день идти и думать, искать что-то там лучше. Конечно, есть лучшие люди. Я уверен, что есть лучшие профессионалы. Но нам надо уже сегодня двигаться, сегодня развиваться. Главная задача регионального правительства, по мнению Андрея Бочарова, развитие промышленности и сельского хозяйства. Для этого в области есть все предпосылки. Научный потенциал, огромные ресурсы, грамотные профессионалы. Но в полной мере они сегодня не востребованы. Чтобы вывести области с кризиса, необходимо объединить усилия власти, общества, производственников, ученых. Считает Андрей Бочаров и предлагает создать фонд развития Волгоградской области. Мы впервые почувствовали, что действительно мы можем не только получить поддержку от федерального центра по тем или иным конкретным программам, проектам. Но самое главное и наладить с ними диалог по дальнейшему развитию. На мой взгляд, это очень важно. И сегодня Андрей Иванович поставил задачу не решения проблемы текущего момента для промышленного сектора, а именно решения проблемы развития. Потому что не надо питать иллюзии. Мы все понимаем, что этот процесс, который займет не один, а может быть не два, не три года. Ведь что такое сегодня восстановить промышленность? Это значит, ее надо глубоко модернизировать. Нужно поменять оборудование, поменять технологии. Нужно обучать людей. Это большой труд. Сразу после своего назначения Андрей Бочаров в качестве приоритета назвал борьбу с коррупцией. Для УНФ это тоже тема номер один. Проверки в Мингосимуществе, отмены приватизации госпредприятий. Эти первые шаги в Рио губернатора волгоградские активисты одобряют. Первые ваши шаги, они просто фантастические для всех нас. Это мы на сегодняшнем штабе, мы проводили штаб по другим вопросам, мы подтвердили полностью, так сказать, признавая, что эти ваши шаги, этот ваш бешеный темп, который вы задали, значит, так сказать, они как воздух нужны в этой ситуации нашему региону. На этом пути нельзя останавливаться, считает УНФ, нужно идти дальше. То, как расходуются бюджетные деньги, должно стать предметом самого пристального особого внимания. Андрей Бочаров предложил создать систему общественного контроля за госзакупками, по примеру, проекта «За честные закупки», который сегодня реализует Всероссийский народный фронт. Глава региона заявил, что в реализации намеченной программы «Возрождение области» рассчитывает на поддержку общественников и всех жителей региона, и поэтому принял для себя решение участвовать в выборах губернаторов сентября нынешнего года. Сложное решение, непростое решение. Если бы я не понимал и не чувствовал, с одной стороны, силы и возможности, с другой стороны, я не чувствовал вашу поддержку и поддержку жителей Волгоградской области, и у меня не было бы доверия президента Российского Федерации Владимира Владимировича Путина, конечно бы, был бы ответ другой. А так, уважаемые коллеги, я принял решение и буду принимать участие в выборах губернатора Волгоградской области. А насколько, уважаемые коллеги, ну тут уже вопрос дальше, будем работать. Решение губернатора общественники встретили громкими аплодисментами. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».